В общем я вас приветствую дорогие друзья, в этом ролике может для вас покажется неинтересным, но я хочу рассказать о вот этом новом обновлении в городе, как он, Волчанск называется, который для меня набывает такую тоску, да, и в то же время ностальгию. Почему? Потому что для меня этот город чем-то знаком в плане того, что я практически в таком уже сером, старом, практически заброшенном, так скажем, да, поселке, ну, для меня он как бы напоминает мой поселок, который лет, наверное, 10 уже назад забросили и там стали одни руины, но не суть. В общем, очень классный поселок, ну, это даже не поселок, а мини-город, так скажем, ПГТ, кто в курсе, тот поймет, короче, ПГТ, в общем, я все детство, наверное, до 16 лет прожил в таком поселке, не видев ни цивилизации, не зная, что такое интернет. Да, не говорите, что я старпер и родился, так скажем, когда еще мамонты не вымерли, да, то есть, ну, вы городские, допустим, с детства в городе, да, там родились, так что вам повезло, у вас была цивилизация, у вас было много магазинов, у вас были торговые центры и так далее. То есть, у меня, когда я жил в таком же поселке, так скажем, у меня не было торговых центров, у меня не было огромных магазинов, в принципе, были продуктовые, но, как бы да, без них-то никуда в поселке, то есть, люди умрут от голода. У нас не было интернета, у нас не было телефонов в то время, ладно, хоть были телевизоры и то, когда у нас не было, у нас даже не было в то время кабельного телевидения, о чем речь, у нас было 5 каналов, это первый, второй, да, Россия, которая, РНТВ, по-моему, у нас даже не было ТНТ, то есть, вот такой вот поселок, в котором просто нихера не было, то есть, у меня все детство в таких вот серых стенах проходило, так скажем, очень бурно, то есть, в основном вся молодежь гуляла, ну, а что еще делать? В принципе, будиваться некуда, так вот, гуляла, я в детстве прыгал по всяким гаражам, залазил на всякие стройки, мы всячески придумывали какие-то игры, и, блин, это было очень классно проводить свое детство на улице, играли во всякие стрелялки, когда я был еще совсем, так скажем, мелким школьником, да, дошкольником даже, так скажем, у нас были карьеры, кто не в курсе, что такое карьеры, это когда-то отрытые ямы, большие карьеры, да, так скажем, откуда брали песок, глину, я там не знаю, что-то еще, и после этого туда, короче, то ли ключи били, или как-то это еще называется, вот, заполнилась водичка, и получились затопленные карьеры, то есть, в детстве мы ходили туда купаться, у нас была пресная вода, то есть, я жил в такой местности, где бились ключи, и лилась холодная прям вода такая, ну, как-то так, ребята, то есть, детство, лето проводили очень классно, хотя у нас не лесов, там ничего не было, то есть, по сути, пустая местность, которая, ну, просто вокруг, как будто бы пустыня, знаете, вот так вот, и деваться, по сути, некуда, ты, если куда-то убежишь, то тебя найдут сразу же, в поле, вот, очень маленький был городок, то есть, все друг друга знали, что в деревне, ближней деревне, что в самом мини-городке, у нас еще мини-городок такой был, то есть, рядом деревня стоит, и у нас стояло, по-моему, около 11 пятиэтажек, таких вот, вот, как вот там, дальше, если проехать, вот, и все друг друга просто на лицо знали, то есть, что-то случись, все сразу все узнают, и разнесется по всем, не успеешь просто и глазом моргнуть, как-то так, ребята, вот такой, вот, кстати, кстати, вот, вот таким вот, вот, забором у нас все вот эти вот 11 пятиэтажек заполнены, точнее, заполнены, говорю, вокруг вот этих вот многоэтажек, допустим, так скажем, да, вот этот был построен забор, чтобы лишнее никто не смог зайти и в этот мини-городок, то есть, у нас этот городок охранялся военными, то есть, у нас стояло военное КПП вокруг этого городка, и впускали там тех, у кого родители военные, ну, сами военные, сами жители туда заходили, а всех остальных пропускали, получается, там, через пропуск, машины вообще нельзя было загонять туда, ну, чьи-то левые там, допустим, вот, как-то так, то есть, вот такой вот городок был охраняемый, вот, ну, 11-10 этажек у нас не было, это уж слишком шикарно было, как-то так, ребята, Волчанск мне прям реально очень ностальгирует, то есть, вот такие гаражи были, только они, получается, за гарнизоном были, вот эти гаражи, тоже очень много гаражей было, и вот как раз-таки на крышах мы постоянно сидели и всякой херней страдали, либо находили заброшенный гараж, заброшенный гараж, и тупо смотрели, что там лежит, типа, никому не нужное, и делали с этим, что хотим просто, ну, всякой дичью занимались, конечно, было время, приходили домой чумазые, просто грязные, кто-то в масле приходил, вот это машинном, всякой, всякие баллоны кидали, бросали, короче, у нас были баллончики, мы находили, они то ли с газом, то ли с чем-то, короче, какой-то херней были, мы их бросали в костер, мы костер разводили, и они, короче, не то чтобы взрывались, а прям, ну, был очень жесткий хлопок, и они начинали прям, ну, сильно гореть, так скажем, ну, мне посчастливилось, слава богу, не выбить себе глаз, и остаться, в принципе, живым, опасная затея была, мы кидали еще шифер в костер, кто не знает, что такое шифер, это вот, видите, черная крыша, черная крыша на вот этих вот двухэтажках, только в жизни, так скажем, в реальной жизни, вот этот шифер, он светлее, этот шифер светлый, вот, если его в костер положить, то он может, ну, какой-то большой кусок, да, то он начинает трескаться, и, блядь, может отстрельнуть, не важно, куда, в глаз, там, блядь, в руку, но, блядь, лучше беречь голову, потому что это очень больно, вот, как-то так, вот, вот, прям, блин, честно, езжу здесь, такое удовольствие, вижу, что-то прям знакомое, вот, вот такие вот пятиэтажки, кстати, были, я жил, как, самый такой, как дурачок, на первом этаже, у нас, кстати, не было евроокон, таких вот, вот, как вот здесь нарисованы, у нас не было евро балконов, у нас балконы были вот, сейчас покажу, вот, деревянный, видите, балкон, так, раз, два, три, на третьем этаже, вот такой деревянный балкон, то есть, вот такие вот у нас были балконы, и, если посмотреть на пятые этажи, если это не евроокна, вроде похоже на деревянные, вот такие вот деревянные окна были, то есть, у нас подъезды были без домофонов, они были тоже деревянные подъезды, сейчас, если здесь они какие, но здесь не такие подъезды, но что-то вроде того, вроде эти тоже без, вроде без домофона непонятного, и у нас, кстати, были козырьки, вот эти, которые вот сделаны здесь, козырек, о, в детстве, в детстве, я помню, я залазил на по трубе, по трубе на этот козырек, то есть, если вот этот козырек чуть-чуть вытянуть, у нас они были немножко вытянуты, вон, вон, как на тех десятиэтажках, пойдем покажу, вот как на вот этих вот десятиэтажках, у нас были козырьки, И я в детстве на этот козырёк залезал, короче, и мы сидели там и сверху плевались горохом, короче, всяким вот этим вот, блядь. Ну это прикол вообще был просто, или что-нибудь скидывали на кого-нибудь, то есть тут у нас по бокам ещё лавочки стояли, тут как бы ребята там, девчонки сидели, мы на козырьке, короче. Ой, блин, просто столько всего происходило. Правда у нас перед домами не было таких вот гаражей, это мне кажется, ну, блядь, вот с одной стороны мне кажется лишним здесь наставили столько гаражей, это может где-то и столько и стоит, да, гаражей, прям перед домом, но я впервые такое вижу для себя, что тут прям гаражи. У нас вот не было вот таких вот детских площадок, у нас вообще в принципе больших площадок не было. У нас было всё из дерева, деревянные детские домики, да, ну, были песочницы, вот такие качели в принципе были, больше в принципе ничего такого. Так, где наша Нива? Ну, в принципе, в принципе, что ещё рассказать о детстве, о таких местах вот интересных. Сейчас покатаемся и посмотрим что-то ещё. Ну, конечно, я не жил у берегов, как вот, вот тут, вот, вот, ой, блядь, как вот там, допустим, да, дома у берега стоят. Вот у нас такого не было, у нас в принципе вот были вот такие вот улицы, то есть как бы вот эти вот пятиэтажки были огорожены забором, да, и за пятиэтажками были вот такие вот дома, то есть улица прям целая. И дорога, только у нас не было асфальта, у нас асфальт был чисто из плит, дорога точнее из плит была. Я вам покажу какие плиты, если, конечно, их здесь найду, ой, блядь, дом, как у меня, по сути, похожий был. Блядь, такая ностальгия. У нас были в основном вот такие дороги, это если ты выезжаешь из пятиэтажек вот таких вот вот, ну, из этого, микрорайона, так сказать. Скажем, то есть сразу вот такие дороги, то есть нам в деревню не делали никаких дорог, то есть была грунтовая дорога, больше ничего. Что тут у нас еще? Ну, гаражи я посмотрел, в принципе. У нас, конечно, не было такого, что прям в поселке, да, прям в городе были что-то типа могил, да, кладбище. То есть как бы, ну, это прям для меня, мне кажется, очень жестко стоять прямо перед домом, перед домом, где ты живешь. Стоять кладбище, ну, как-то, 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 знаете, крипово немного. Что тут написано? Буяновы, Федор Петрович. Блин, а кто это такие, интересно? Они же ведь откуда-то эти, так скажем, памятники же срисовывали, правильно? Кутейников. Че? Барак Хусейн, Обама, господи, ну, зачем это-то? Герой Советского, а, ну да, тут, смотрю, ветеранов очень много. Здесь Иванов, блин, капец, очень классно как раз-таки сделали. Прям реально капец, красиво все это дело сделали. Ну, блин, я бы немножко-немножко, если честно, вот эти вот кладбища отдалил бы куда-нибудь. Например, вот за лесок дорожку бы сделал, да, и там, типа, за лесом кладбище, чтобы как бы не нагонять. Прикинь, гостиница, он стоит, и тут около гостиницы кладбища приезжают, например, какие-нибудь гости, да, из столицы какой-нибудь. Типа, решили на сутки, там, на неделю, да, допустим, остаться, погостить в этом замечательном, таком постсоветском городке маленьком, да. Решили снять номер в гостинице, посмотреть видок, а там, блядь, кладбище. Вот это, конечно, очень жестко, просто очень жестко. Ну, что есть, то есть, но сделано очень классно, то есть ограждение, только у меня такое ощущение, что ограждение все такие, как-то это, вот. Есть же такие, типа, синие, да, ну, вы поняли, о чем я, тут они как-то все обыденно смотрятся, но, в принципе, это мелочи, так что это можно как бы не обсуждать и не осуждать. Но, сделано очень классно и с умом. Но, они все повторяются. Ну, блин, это тоже мелочи, но очень красиво. Очень красиво, ребята. Ну, я думаю, я свое ностальгическое видео о Волчанске и о том, как я жил в подобном городке, я думаю, на этом закончу. Ну, а если вам понравилось, ребята, я думаю, мой ролик заслужит пальцы вверх. Пишите в комментариях, жили ли вы когда-то в таких вот местах, в таких вот деревнях или до сих пор живете, и как вам там живется, и вообще, что лучше, город или какой-нибудь маленький небольшой там городок и так далее. В общем, ребят, всем спасибо. Ну, и всем до следующего видоса. Всем пока.